Зашли туда как неандертальцы, осмотрели, но решили там не задерживаться. Хорошо. Хорошо. How many followers you have? Like half million. Really? Диктатор румынский Чаушеску съехал с катушек. Эпически, эпически просто вообще. Слюни потекли, посмотрим, если оправдает или нет. Надо сказать, это один из самых креативных туалетов, которые я когда-либо видел. И один из самых лучших роликов на Германной канале. Всем привет! Из Румынии. Площадь, университет, Бухарест. В этот раз я путешествую не один. Со мной также преданные мои фанаты. Это Виталий, который видел все мои выпуски. И ни один из них не досмотрел до конца. Но этого персонажа вы прекрасно помните по моим выпускам из Иордании. Максим! Сколько? 16 градусов сейчас? Ну, в общем, первый день мы планируем провести в столице Румынии, Бухарест. Покрутимся здесь по главным достопримечательностям. И, естественно, посетим легендарный парламент. Ну, а мы тем временем вышли на Дворцовую площадь. Так она называлась до 1989 года. И после знаменательных событий, свержения их диктатора Чаушеску, эта площадь стала носить название Площадь Революции. Монумент Возрождения, который посвящен тем драматическим событиям 1989 года. Румынский Атениум во всем своем великолепии. Этот культурный центр был создан в конце 19 века. Сегодня здесь филармония, где выступают различные знаменитые дирижеры и композиторы. Блеск! А че б нам не попробовать зайти вовнутрь, а? Гляди, получится! Блеск! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну это церковь Пруцулеско, одна из самых старых церквей города И храм построен в бринкамбянском стиле, который сочетает итальянскую, византийскую и восточную архитектуру ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ну реально, чем не Вавилонская башня? Пострюнь эти развалины наверху. Да, это недостроенный декурат. Интересно, в каких годах они это строили. Типа, как будто бы что-то, что было построено несколько столетий назад, и они застроили чем-то более современным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем временем мы пришли в старый город. Хотим вот позавтракать или пообедать, не знаю как правильно. Вот рекомендуемый всеми кафе Ван Гог. Пацанов пока что-то не сильно впечатляет со стороны. Давай хоть посмотрим, зайдем. Если не зайдет, то пойдем дальше. Давай посмотрим. Так мы же не для пива здесь. А, вот, смотри. Это уже займись. В общем, прониклись мы искусством Ван Гоха в кафе Ван Гох. Пофотались, посмотрели, зашли туда как неандертальцы. Осмотрели, но решили там не задерживаться. Хочется нам что-то более такого мясного, более такого деликатесного. Пока что мы гуляем по центральной улице Бухареста Липскани. Здесь находится огромное количество кафешек и ночных клубов. Сюда мы вечером обязательно еще вернемся. Жалко, что нельзя запах передать. Запах чего? Вообще вкусной еды. Ты ее чувствуешь? Да, я не знаю. Ну вот тут какое-то мясо. Я надеюсь, что ты тоже должен ее чувствовать. Если нет, то тебе нужно сделать проверку. Уже поздно. Уже поздно сделать проверку. Поехали, вы будете здесь делать что-то, может быть, чтобы ехать? Может быть. Вы хотите проверить мой меню? Может быть, немного поздно. Уже поздно. Уже поздно, мы вернемся сюда. Поехали поздно. Никто не вернемся поздно. Сегодня? Сегодня? Вы ждете мне? Я помню. Я надеюсь. Рыжий кот? Не совсем рыжий, но он золотой. А, тут рембр. Ух ты, эта улица такая искусство. О, прикольно. Поттер, Келлер. Я думаю, что хорошее место в такой агрессивной рекламе не нуждается. В общем, мы решили пообедать в этом ресторане. Ханул Манук. Ну или, возможно, он иначе читается. Но выглядит он вот так со стороны. Ого, здесь огромное место. Уже почти час дня. Мы заселились в 5 утра, пока выспались, пока выползли с нашей берлоги. Тут немножко прогулялись. И до этого момента мы еще ничего не пили, ничего не ели. И сейчас мы охотно отведаем местные изделия с местным пивом. Так что с нетерпением ждем. Ну вот и пиво Андрей. Наступили вам. А теперь все спокойны? Сейчас хорошо. Как это называется? Это мичи. Это мичи, национальное блюдо. Это из мамалыгой, кстати. Это их не местные голубцы. Это голубцы, да, форшированные капусточка и мамалыга. А это уточка? Это именно классический румынский кабан, но он очень качественный. Мне так кажется. Я не яростный любитель голубцов, но эти голубцы, они просто бесподобные. Супер. Очень интересная капуста. Как твое впечатление, специалист по мясу, главный дегустатор? Мне было вкусно, но я не то чтобы был в большом восторге. В общем, ожидал большего. Нет, не ожидал. Это были мои ожидания. Я не считал, что я нахожусь в ресторане Мишлен, но с другой стороны и было вкусненько. Пиво поправило нас немного. Мы сразу стали улыбаться. И теперь мы с воодушевлением можем двигаться в сторону парламента, но перед тем, как мы туда доберемся, есть еще пару знаковых мест в центральной части Бухареста, которые мы обязательно сейчас пройдем и ознакомимся. Красивая церковь, тоже в ортодоксальном стиле. Хотите зайти? Не хватит нам так. Как самая часть? В принципе, тут церквей очень много. В часть из них мы уже зашли. Поэтому заходить во все подряд особого смысла тоже нет. Это дворец правосудия во всей своей красе. Он построен в таком французском стиле еще в 19 веке. Вообще Бухарест тех времен пытался подражать Парижу, французской архитектуре. Поэтому здесь можно найти много подобных строений. Такого типа. Смотри, какой громадный фонтан здесь. Фонтан, не фонтан? Да. А, это парламент, кстати. Смотрите. Вот глядя на этот уголок, балкончик, виноградные глаза. В Батуми где-нибудь. Да. Да. Музыка О, мозаика Мне нравится, что тут живой камер Именно сама колонна, она не мраморная Это живой камер Мало бы необычный Это дерево Вот мы уже приближаемся к знаменитому парламенту Скоро мы войдем вовнутрь и нам там проведут экскурсию Само здание обладает немалым количеством уникальных рекордов В свое время диктатор румынский Чаушеску съехал с катушек И для того, чтобы построить это здание, он снес тут большую часть исторического района Здание считается самым тяжелым в мире И также по величине занимает второе место после Пентагона Музыка То, что алгит, то, что каждая часть в этом здании, в этом месте Должна быть сделана в Румынии, включая кристаллы Включая все дерево, которое здесь все используется Кожа И эта люстра весит около пяти тонн Это 150 метров Начинается с этих дверей И вот такой декораций Внутри кристаллы Внутри кристаллы Внутри кристаллы Музыка Продолжение следует... Эта комната подразумевалась быть коммунистической штаб-квартирой еще при Шаушеску, а сейчас они изменили немного флаги и убрали некоторую символику именно коммунистическую, поэтому сейчас там остались только некоторые гербы, которые если присмотреться, то они как бы с коммунистической стилистикой. Продолжение следует... Да, и мы увидели еще мизер, мне кажется, от всего, что здесь можно увидеть. Здесь же под землей еще есть 8 этажей. Ну, интересно. Поражает текущая мрамора. Не важно, как громоздкие материалы. В общем, закончили мы наш тур в великом парламенте правительства. Это эпически, эпически просто вообще. А на самом деле это было эпически первые минуты. Поначалу казалось все по кайфу, интересно, но через полчаса все постепенно начало надоедать. Однотонно, однообразно. Все те же залы, те же люстры. И в какой-то момент мы уже хотели свалить, но в итоге растянули все на полтора часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, что это за фрукт такой на дереве? Это и тропа, правильно? Точно? Нет. Или нет? Это, по-моему, эти мячики с большого тенниса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернулись мы в старый город. Сейчас хотим отведать морских гадов. Но перед этим мы посетим очередную церковь, которая больше всего рекомендуемая в Бухаресте. Это Ставропольская церковь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова это паркинг мне уже нравится это место рабочий странно такое козырное место им нет народу ой смотри как на баре вообще шикарно и жираф живой тут я смотрю еще выход на террасу шикарное заведение сейчас обязательно выступим по пивандрию и закажем морских гадов вот смотри сюда в кабинку тоже прикольно все как хорошо ждет японском стиле в каком-то ну вот так и места как она покупает свою какую-то мне клиентуру вообще первый раз наверно мы что-то снимаем в туалете нужно сказать один из самых креативных туалетов который я когда-либо видел и один из самых лучших роликов мы заказали мидии и осьминога с салатом мы специально не стали заказывать много потому что еще мы планируем заскочить еще в пару мест поэтому не хотим наедаться место кстати постепенно начинает заполняться видимо меня по нашему приходу но только открылась и место реально топовая просто кайф таких мест ты не встретишь в каждом городе и в каждой стране это реально топ большое удовольствие здесь находиться охотно перекусы аж за ушами хрустит у всех тут осьминог очень вкусный мидии тоже порция большая в отличие от порции осьминога как видим народу здесь прибавляется все больше и больше там кстати 6 бьет своим ключом поэтому самое время прошвырнуться по улочкам старого города бухареста и по моему развод и по фишка что они подают тебе такое блюдо якобы накол посаженная типа и ничего особенного в принципе больше как приманка для туристов в принципе они на этом дракуле здесь и выезжают вот мы прибыли в куру кубере хотим здесь поужинать но чувствую что мы сюда не попадем судя по тому какая очередь здесь счастью для нас нашлось здесь место так что будем осваивать час самый козырный ресторан бухареста место правда у нас не самое козырное но особого выбора у нас то и не было место оказывается было создано еще до независимости румынии во второй половине 19 века вот и таллик заказал такой супчик хлебу дешевый хороший вылет крик в инстаграме галочку поставить макс мы ждем чего-то более грандиозного я надеюсь мы не разочаруемся как это на бумаге выглядела очень даже симпатично то что мы хотим заказать это просто должна быть гора мяса люди потекли посмотрим если оправдает или нет ждем «Давай давай» «Давай, иди». «Давай, иди». «Давай, иди». «Он жилой акцент». «Он жилой акцент». «Ан Nature» «Не,helix», «Он жилой акцент». ну ты звезда долго мы этого ждали едва ли не час у нас максом порция на двоих у виталика уже второе после съеденного супа виталь расскажи нам что ты за фигню заказал тут это бостонский стык это вырезка свинина я не знаю где находится именно макс у нас тут что ягненок свинина и куринона грудка сосиски копченые по идее должны быть внутри сосисок и сыр и это обалденно вкусно доброе утро из бухареста прежде чем продвигаться дальше по румынии мы решили заехать в один из самых интересных парков бухареста парк херострау короче подъехали мы к парку парканулись охранник нас прогнал сказал что это здесь есть музей этнографический свиста не хотите то проваливайте отсюда при этом так борза нас выпроводил оттуда мы тут нашли другое место тут указания парковка оплата все написано таблички все на румынском поэтому нам берет время тут раздуплиться вот виталик сейчас вроде как оплатил через приложение в общем мы хотим здесь покрутиться сейчас где-то с получасик так может еще посмотрим на триумфальную арку и будем двигаться дальше так что лет с голу а и Субтитры подогнал «Симон» Прибыли мы на триумфальную арку Бухареста, но, к сожалению, сегодня в утренний субботний день арка оказалась закрыта, поэтому возможности подняться наверх у нас нет. Впервые она была построена в 1878 году в связи с провозглашением о независимости Румынии. В бетонном основании арка была перестроена после Первой мировой войны, затем она была разрушена, и уже тот вид, который она имеет сейчас, ее преобразили в 1936 году. И арка была сделана под копирку с французской триумфальной артой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, намотали мы здесь кружки по парку Хирострау, посетили также триумфальную арку. Что я хочу сказать? Парк сам по себе очень неплохой, но чего-то в нем все же не хватает. Мне кажется, если бы... Изюминки, что-то особенное. Ну, как-то да, то есть если будут вложиться как следует в этот парк, то здесь можно еще его дополнить много чем. Если же вы здесь находитесь целую неделю, то почему бы и не посетить это место и взять на это даже больше времени, покататься на катамаранах, прогуляться, посмотреть здесь больше уголков этого парка. Но если вы здесь 24 часа, как мы, то в принципе можно пропустить этот парк и сконцентрироваться на более центральных местах города. А мы будем выдвигаться дальше из Бухареста. Мы здесь пробыли 24 часа. Успели, я думаю, немало. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не будьте лентяями. Комментируйте. До встречи в Карпатах! Субтитры подогнал «Симон»!